Здесь автограф. Все, успехов на вождении. Курсанты автошкол отправляются на практический экзамен по вождению, а сдав его займутся оформлением водительского удостоверения. В регистрационном отделении ГИБДД предлагают не стоять в очередях, а оформить документы через портал госуслуг. Причем сделать это можно, проживая не только в Альмитевске, но и в другом населенном пункте. Гражданин у себя в районном центре обращается в многофункциональные центры МФЦ, проще говоря, там же оплачивают государственную пошлину, там же пишут заявление, его там фотографируют на водительское удостоверение. Затем посредством курьерской почты все эти документы предоставляют нам. После обработки документов в трехдневный срок их отправляют адресату. Не посещая госорганы, гражданин получает водительское удостоверение. Основным плюсом такого формата работы в ГИБДД называют экономию времени и скидку в 30% при оплате госпошлины. Вильдус Хасаншин занимается регистрацией автомобиля. Подал документы через портал и записался на прием. Значительно удобнее. Это связано с тем, что сайтом госслуг можно пользоваться в любом месте, даже взять, например, с телефона. Записаться заранее, прийти. Не нужно стоять в очередях, что помогает быстрее рассчитывать свои вопросы, потому что не всегда возможно отлучиться, скажем, с работы. Для тех, кому сложно ориентироваться в интернете, остается традиционная схема обращений через личный прием. Держите. Спасибо большое. Пожалуйста. Сокваров. Записаться на получение услуг можно по телефону, указанному на экране. Сотрудники госавтоинспекции обращаются к посетителям с просьбой планировать визит не в самые загруженные дни. Вторник и суббота – самые напряженные дни. Не знаю, с чем это связано, но именно во вторник и в субботу приходит наибольшее количество людей. И даже иной раз возникают незначительные, но все-таки очереди, что доставляет неудобства нашим гражданам. Если не принципиально, все-таки ориентируйтесь на середину недели, начиная со среды по пятницу. С наступлением осенне-зимнего сезона, когда темнеет рано, видимость ухудшается, сотрудники считают своим долгом предостеречь водителей, опытных и начинающих, от нарушений ПДД и призвать к соблюдению скоростного режима.